Всем привет! Вы смотрите новое видео на канале Владос и сегодня очень интересное видео, потому что мы и покатаемся. И я вам расскажу очень интересную и ценную информацию по поводу того, сколько у меня было скейтбордов за всю мою скейт-карьеру. Я несколько дней искал информацию, мониторил всю свою историю, вспоминал детство и записал полностью все в заметки. Поэтому сейчас мы покатаемся и в процессе катания я вам буду рассказывать и показывать свои скейтборды, которые у меня были. И, так сказать, и в реальности будем, и в историю окунемся. Прикольно? Прикольно. Единственное, что покатаемся сегодня в скейт-парке, потому что я себя чувствую не очень. Буду кататься более-менее лайтово, и по вчера у меня была температура 38, сегодня с утра было 36 просто. Сейчас вроде как температуры нет, вроде как чувствую себя получше, поэтому есть повод снять для вас контент. Поэтому приятного вам просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. И поехали! Спасибо спонсорам канала за поддержку моего контента. Ну что ж, давайте начнем подсчет моих скейтбордов. Первый, понятное дело, как и с блинами, первую блинкому, я купил скейтборд, точнее мне купили родители скейтборд в детском мире. Почти как в супермаркете, такие же скейты, но понятное дело, что на нем я долго не откатался. Потом у меня дальше, давайте вот так перекрою. Смотрите, спиддэмонс у меня, потом на спиддэмонсе, кстати, я очень классно откатался, достаточно долго, научился на нем кикфлип. Спиддэмонс, кстати, был полноценный комплит, то есть потом я уже только доски покупал, это не помню даже когда. Дальше Олмаз, чисто дека, потом Даркстар, помню, что мне это на день рождения подарили. Классная доска, я прям помню, как с пациками мы выезжали на северном переезде в Мелитополе, только местные знают, где это, короче, там частный сектор. И там была аптека с небольшим кусочком бетона, и мы там так гасили, ммм, класс, 3 на 3 метра, но зато бетон, катаешься вечером, днем, не важно. Дальше у нас Enjoy, а Enjoy какая? То ли бэушная была, то ли новая, я уже даже не помню, но помню, что у меня была Enjoy. Потом Revol, Superior, Jart, потом еще Revol и еще Revol. Субтитры сделал DimaTorzok Финоли флип, так что давайте сейчас их сделаем. Свич флип-то сюда, уже вот здесь. Теперь нужно второй карман заполнить ноли флипом. Так хорошо пошло, надо принька, принька, принька. Просто могло закончиться, но нет. Слишком лоховской мы переделываем. Пять тысяч попыток, признаюсь, на ноли флип ушло намного больше попыток, раз так в 500, чем на свич флип. Но давайте еще сделаем ноли трешку, и потом расскажу о следующих своих досках, которые у меня были. Ой, Саня с первой. Давай еще раз. На такой прекрасной ноте можно и продолжить. Скейтов 10 у меня уже точно было, но это еще не все, разумеется. Дальше. 11 у меня была, дека Риал. Риал. Это был доска, я помню, что я взял ее у своего товарища. Мы с ним уже не общаемся, но в тот момент товарища. Потом у меня снова Speed Demons. Потом Трид. Я помню, в Днепре катался. Типа вот доска Zero, только был у нее под бренд Трид. Вот она у меня была, я помню, даже делал fake Inward Hill. Inward Hill на ней научился. Мне тогда было 13 или 14 лет. Дальше. Enjoy снова. Потом Almost. Almost такая, какая была? Время, я когда записывал, помнил, теперь не помню. Ну ладно. Потом Element. Бу доска. Я сразу даже не понял, что это Element. Мне просто Кен сказал тоже, другой уже. Что это Element доска. Потом Rewall Одноклассника. Это я походу... А, да, все, Rewall Одноклассника. 17 доска, это я уже когда переехал в Киев. То есть я у Одноклассника взял скейт, Rewall. Вспомнил, что такое скейтбординг, потому что вот до 17 скейта я бросил кататься. А потом я на его скейте покатался. Такой Вау-класс. И вернулся в скейтбординг. И тут началась киевская история. То есть тут уже, в принципе, по видосам можно понять, какие у меня дальше деки были. Но не всегда, конечно. После Rewall Одноклассника, Drunk Star. Это дека, которая была с тейлами из пластика. Да, абсурд. Но такое было. Доска 7,75 вроде была. И потом 20 доска. А нет, это 19-ая, Rewall. А потом снова Drunk Star. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, раз уж есть Франфибл, повод рассказать еще о своих досках, которые были. Так, мы 20 уже прошли. Теперь 21-ая, Rewall. Потом Around. Потом Real Heroin. Real Chima Ferguson. Потом Death Wish, которую я жестко захейтил. Я говорю, помню, даже видос по поводу этого снял. Потом Rip and Dip. Я даже помню, видос назывался там скейтпозера, что-то такое. Потом Born, потом Element. 30-ая досочка Real. Потом Almost Primitive. Primitive у меня была доска. А, Perot Pro Model, точно. Я ее заказал тогда в каком-то онлайн скейтшопе. И она приехала, мне не катался. Да, все, вспомнил. Потом два скейтворхауса, потом два Born, потом Real, потом Born, потом скейтворхаус. Потом Chocolate, и это уже 40. Ладно, давайте до Полтоса сейчас дойдем. Еще покатаемся. Сейчас. Скейтворхаус, Baker, Papa Power. Потом 4 мини-лого подряд. Мы в Харьков еще ездили. Я сложил 2 или 3 доски только за один день. А потом следующая еще один день продержалась. Santa Cruz, потом снова мини-лого и скейтворхаус. И это 50. А это еще не все. Вообще не все. Но сначала еще покатаемся. Это 5-3 сантиметра по спальзилу. Начинает пониматься. Цель. Пронсвет Новослайд по всей грани. Сегодня пока не получается. Но главное, что я начинаю понимать его снова. Но продолжим. 51 доска. Sovereign. О, это мы в Барсу поехали. Самый крутой контент. Я сам часто пересматриваю видео с такой, блин, когда-то поедем снова. И будем делать оттуда контент качественный, интересный. Потом Baker, потому что мне Sovereign, по-моему, мне не понравилось. Я ее поменял на Baker. Потом Skate Warhouse. Это уже в Киеве. Rip & Deep. Skate Warhouse. Real. Mini Logo. Papa Power. Skate Warhouse. Skate с рынка. Supermarket. Antihiro. Virage. Zero. Real. Real. Aishadweira. Это уже вторая поездка в Барсу. А, ну получается, Real это уже конец второй поездки в Барсу. Когда я треху делал с блоков. Я сломал предыдущую доску. Это, получается, я сломал Zero. Да. Я ее купил, когда мы только приехали. Потом сломал ее, когда пробовал треху. В итоге взял Real. Доделал на ней треху. Купил себе куртку как приз за то, что я сделал треху. Да, вот такие вот у меня призы интересные. И потом Baker про модель Gator. Потому что мы потом поехали в Валенцию. Это там я уже взял. Потом раз, два, три, четыре, пять, шесть досок First. Потом Jart, Sidesu и Real. Это 75 досок. Прикинь, 75 досок. И это еще не все. Я за время катания более 75 досок поменял. С ума сойти. Ну, ладно, доску чипанул. Ну, ладно, доску чипанул. Что ж теперь делать? Дальше. 76 доска. Борн. Потом Sidesu. Потом, я так понимаю, не помню просто. Походу я уже был на спонсорстве Борна. Потому что у меня потом 78 Борн. 79 Борн. 80 Борн. 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 Напишите в комментариях догадки. Как вы думаете, сколько? Больше сотки? Меньше? Может, больше 200? Может, меньше 200? Хотя по хронамендаржу видео они, скорее всего, поймут. Меньше 200 и больше. Да. Надо назвать досок досок. И все-таки, блин, а сколько досок? Да. Реально. Давайте я и другие трюки. Я теперь вулкан вылечу. И что-то тут другое. Пообщаемся. Криво на похуй. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Кач, спасибо! Хорош. Оператору нужно уезжать, поэтому смотрите. 86-я Кричер, потом Фаундейшн, потом Воркерс, потом Сенс, Борн, Сенс, Сенс, Сенс. И это 93 доски. Потом Санта Круз. Привет. Потом Фаундейшн, потом Санта Круз, который мне подарил легендарный человек, невероятный. Потом Кричер, капкан. И вот 99-я, это Вираж. 99 скейтборда. Прикиньте, сам в шоке. Но 99 скейтборда. Интересно, какой будет сотый. Все, теперь отдыхаем. Завтра поедем снова кататься. Но сейчас душ. Думаю, что очень устал. Подписывайся на канал. Как ты не видел. Лайки. Дисклейки. Комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok